Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я уже рассказал сегодня утром о том, что в Курске была Бавовна. Не то чтобы сильная, но такая чувствительная, да? На ЖД вокзале. Это не все. Это не все. Значит, смотрите. Опять беспилотник был на Кучково. Как оно сейчас называется? Напомните? А, Москва, Москва. Сейчас забываю как. Кучково, Кучково. И все. На Москве был, значит, беспилотник. Сейчас остановлюсь на нем. Но начнем с Ростова. Там Ростовская область, конечно же. Или в будущем Ростовский Каганат. Да, после развала России это будет именно Каганатом эта территория. Да, так вот, Ростовский Каганат. Там два беспилотника прилетели в воинскую часть. Рашисты сказали, что мы их сбили. Мы тут тюдиш такой, значит, устроили. Все сбили, все это самое. Ну, сбили они их, конечно же, сбили. Воинской частью, самой по себе. Вот. Фото, видео они запретили. Это, само собой, разумеется. Боятся, чтобы информация просочилась наружу. Но попало им хорошо. Прилетело туда, куда надо. Так что, Ростов, держись. Скоро ты будешь свободен от Москвы. И вообще, жители будущего Ростовского Каганата. Выходите на улицу. Гоните от себя московитов. Вы должны быть свободны. У вас там стоит штаб Рашистского Южного Военного Округа. Этот штаб накликает на вас беды. Это потенциальная военная мишень. Если вы видите на улице Рашиста в военной форме, просто гоните его палками, битами, не знаю, чем там, будяками. Да, в конце концов, кактус сорвите ему в задницу. Значит, кактусом этому Рашисту, чтобы он убежал из города. И чтобы не накликал на вас ответные удары украинских беспилотников. Вот как надо поступать. Ну, это по Ростовскому Каганату. А теперь по Кучково или же, как она сейчас называется, Москва. Пьяный зять. Пьяный зять по другим вариантам мечеть. Но еще говорят грязная вода. Выбирайте, что вам больше нравится. Вообще, по-моему, правильное название все-таки мечеть. Потому что вот этот, так сказать, город, который и городом-то никогда в жизни не был до 15 века, основывался как мечеть и каравансарай. Больше там ничего не было. Но это не важно. И так было лет сто с чем-то. А потом выдумывали Дмитрия Донского. Это все, чушь собачья, ребята. От начала до конца. Но это не об этом сейчас это видео. Не о фантастическом Дмитрии Донскому и так далее. Да, значит, видео о другом. Был беспилотник. И на России, на Пьяном зяте был, значит, Большой Шухер, План Ковер. Внукова, Домодедова, короче, аэропорты позакрывали к чертовой матери. В этом-то и был, собственно говоря, весь план. Смотрите, все это правильно. Так оно и есть. Где тот беспилотник делся, непонятно. Они говорят, мы его подавили, мы его сбили. Ну так покажите останки беспилотника. Вы его ни хрена даже не видели. Скорее всего, был маленький ФПВ-дрон, который там полетал, полетал, полетал. И сел где-то, и пошел домой, да, в одну из московских квартир. А у фашистов паника. Фашисты приземляют свои самолеты. Фашисты закрывают аэропорты и т.д. и т.п. В этом-то и есть смысл. В этом и есть смысл. Так что, они рассказывают чушь, что они там что-то сбили. Вы ничего не сбили. Абсолютно ничего. Дрон выполнил свою работу. Прервал работу российско-фашистских аэропортов. Прервал работу ряда учреждений. Тех, которых надо было прервать. И выполнив свою задачу, отправился, как говорится, на зимние квартиры. Вот в этом, собственно, и есть смысл. То есть, фашисты должны понимать, что пока продолжается российско-фашистское вторжение в Украину, спокойной жизни на Кучково, которая сейчас по недоразумению называется Москва, не будет. Кучково должно... Ну вот, какова судьба будет Кучково? Я вам скажу. Пускай смотрят на Мариуполь. Там же хорошо, вы все сделали красиво. Да, ландшафтный дизайн в Мариуполе хороший, да, теперь, да? Вот и я за это. Продолжение следует...